всем привет и здравствуйте сегодня я готовлю пирог по рецепту итальянского блогера лены ли это пирог с персиками но у меня персиков не нашлось и я буду делать пирог с нектаринами в принципе это не важно нужны мягкие фрукты можно взять груши даже если они у вас хорошие такие мягкие спелые все продукты которые необходимы вы видите у меня на столе и рецепт как всегда напишу вам под видео у меня вот здесь густой греческий йогурт я его откинула на ситочка для того чтобы стекла лишняя жидкость сейчас покажу вам у меня есть вот такая сетка в йогурт нице и вот посмотрите сколько жидкости там стекло очень удобно если у вас есть йогурт ница с такой сеткой очень удобно откидывать в ней даже жидкую сметану она стекает йогурт он становится намного гуще и так приступим если вам слышен гул это уже нагревается духовка до 180 градусов сахар подсолнечное масло и йогурт перекладываю в миску если у вас нет густого йогурта можно использовать любой мягкий сыр типа филадельфии или лучше всего рикотта он намного нежнее добавляю сюда щепотку соли и щепотку ванилина можете использовать ванильный сахар если у вас есть и сейчас всю эту массу я хорошенечко взобью забыла вам сказать что сахар лучше взять мелкий если у вас нет мелкого сахара то обычный сахар можно слегка перебить в кофемолке не до пудры а просто чтобы он стал помельче такой сахар гораздо лучше растворяется при взбивании получается вот такая жидкая кремообразная масса немножко этой массы я отложу в мисочку она нам потом понадобится примерно понадобится полстакана вот так теперь в миску кладу яйца и взбиваю до однородной массы вот так и теперь просеиваю сюда муку которую я тоже взвесила и разрыхлитель взяла другой ситечка потому что оборвала руки все перемешиваю хорошенечко еще раз уже теперь до образования теста аккуратненько снимаем со стеночек всю муку вот так получается вот такое густое тесто перекладываю тесто форму форма у меня диаметром 22 сантиметра дно выложила бумагой бока ничем не смазываю это пахнет вкусно тесто тесто аккуратненько разравниваем и теперь нужно почистить и порезать нектарины понадобится два или три в зависимости от размера можно кожицу снять если хотите можно оставить так с кожицей нарезаем нектарин или персик вот такими дольками примерно одинакового размера можно взять персики или груши из компота я взяла 3 нектарина пока резала тесто у меня немножечко отстоялось и теперь выкладываю нектарины или вот эти дольки сверху на тесто их нужно немножечко вот так вдавить внутрь берите столько сколько поместится я порезала 3 нектарина но не знаю поместятся они у меня или нет сейчас посмотрим наверное весь не поместится но сколько поместится как получилось теперь ставлю пирог в духовку примерно на 50 минут при температуре 180 градусов как я уже сказала духовка у меня уже разогрелась вот так вот и все встречаемся позже про это не забыла она нам понадобится чуть позже так прошло сколько у меня 45 минут давайте проверим готовность пирога совершенно палочка выходит сухая как видите так сейчас что я сделаю это я сниму бумагу со дна этого пирога посадь как красиво он поднялся супер так аккуратненько пройду по стеночкам горячий еще форму очень тихонечко вы ну и вот так аккуратненько сниму бумагу все теперь ставлю обратно на решетку аккуратненько одеваем форму затягиваю форму закрываю то есть получается что у меня пирог стоит на решетке и вот в этой форме теперь время вот этого крема на горячий пирог сверху аккуратненько намазываем вот тот крем то что у нас остался как помните здесь у меня пол стаканчика всего было вот так хорошенько размазываем аккуратненько палочкой сделаю вот так несколько дырочек чтобы крем хорошо пропитал пирог щеточкой наверное гораздо удобнее вот и все вот так девочки горячий посмотрите какой классный получился теперь дам вот этому пирогу прямо вот так остыть и потом будем разрезать ну что разъехались мои гости у меня тут таня приехала как видите со своим тортиком обалденно просто сделанным таня тоже рафаэлла ну и просто хочу показать вам еще раз пирог посмотрите необыкновенно нежные мягкие очень воздушное хорошее тесто очень ароматный тортик получился советую всем приятного аппетита всем еще раз привет уже видео у меня снято даже была загружена но я решила показать вам еще один пирог на основе этого же самого рецепта немножечко вот здесь у меня видите шапочка порвалась мне кажется добавила чуть 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 больше разрыхлителя поэтому пожалуйста соблюдайте рецепт палочка выходит совершенно сухая пирог готов этот я сделала без фруктов но с кокосовой стружкой сейчас я пирог выну из формы и ставлю пирог обратно на решетку теперь ставлю форму обратно зажимой зажимаю и сверху мажу вот этим кремом который я заранее отложила палочкой сделаю несколько отверстий и теперь аккуратненько сверху мажу крем сверху слегка присыплю кокосовой стружкой ой забыла вам сказать все сделала точно так же как и в оригинальном рецепте единственное что йогурт у меня кокосовый взяла греческий йогурт с кокосовым вкусом и добавила две столовые ложки кокосовой стружки в тесто так что на основании вот этого оригинального рецепта с персиками получился у меня кокосовый пирог очень вкусный очень простой советую вам попробовать